Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Вначале коротко о том, что сегодня в выпуске. За истекший период 2017 года на территории Смоленской области зарегистрировано 48 дорожных транспортных происшествий с участием детей. Итоги профилактической операции «Ребенок-пассажир». Я не знаю, смогу ли я что-нибудь сделать сам. Если я провалюсь, что тогда? Премьера спектакля «Двое на качелях». Здесь очень много всегда креативных ребят. Открытие лагеря «Круто». Сегодня это нужно рассматривать в качестве источников энергии в узкоспециализированных направленных вещах. Новости Росатома. Атомная батарейка. А теперь об этих и других событиях подробнее. Выпускники Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России получили дипломы о высшем образовании. 180 человек стали бакалаврами в области государственного муниципального управления, юриспруденции, менеджмента и экономики. Более 20 выпускников закончили обучение с красными дипломами. В поселке Голынке Руднянского района стартовал второй этап работ по демонтажу зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха предприятия «Евроглаз». Они проходят в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», одним из 13 регионов участников которого стала Смоленская область. На реализацию проекта направлено более 80 миллионов рублей из федерального бюджета и около 4 миллионов из областного. С 3 по 10 июля в Смоленской области проходило профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», направленное на контроль над соблюдением водителями требований правил дорожного движения к перевозке детей и, в частности, по использованию детских удерживающих устройств. Об итогах операции в Десногорске расскажем в нашем первом сюжете. Сотрудники ГИБДД ежедневно следят за соблюдением требований по безопасной перевозке детей в автомобилях, а в период проведения профилактического мероприятия особенно. Да и статистика по области не вселяет оптимизма. Цифры выше, чем за аналогичный период прошлого года. За истекший период 2017 года на территории Смоленской области зарегистрировано 48 дорожных транспортных происшествий с участием детей, в которых 13 вершинлетних погибло и 23 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост погибших в ДТП. За 7 дней профилактического мероприятия в Десногорске к административной ответственности привлечены 17 человек. 7 из них – за нарушение правил перевозки детей, 10 – за нарушение правил перевозки пассажиров. Автоинспекторы напоминают, что единственным безопасным способом перевозки детей в автомобиле является автокресло. Удерживающие же устройства будут максимально эффективны только при их соответствии возрасту, росту и весу ребёнка. В Десногорской центральной библиотеке открыта выставка, посвящённая легенде морского флота России – гордости Смоленской земли Павлу Нахимову. В этом году мы отмечаем 215-ю годовщину со дня его рождения. Выставка «Портрет великому флотоводцу» называется «Заотечество под Андреевским флагом» и состоит из четырёх разделов. Здесь представлена библиографическая и художественная литература о Нахимове, а также о памятных уголках Смоленщины, связанных с именем Павла Степановича. Выставка будет работать до конца июля. 10 июля в Смоленском музее Нахимова представили интерактивную квест-экскурсию по местам, связанным с именем знаменитого флотоводца. Маршрут проложен по 18 точкам города, посетить которые можно с помощью современного мобильного телефона. Для этого необходимо заранее скачать соответствующее приложение. 8 июля в День семьи, любви и верности в Десногорске Московский драматический театр «Разные люди» представил постановку «Двое на качелях». Подробности прямо сейчас. Показ спектакля был организован концерном Росэнергоатом администрации и профсоюзом Смоленской АЭС в рамках проекта «Территория культуры Росатома». Этот проект реализуется уже много лет и позволяет творческим коллективам показать свое мастерство, талант в разных городах России. Сотрудничество с Росатомом нам открывает возможность заявить свой театр даже не в рамках города, а в рамках России, довольно значительной ее части. Для нас это возможность заявить себя, представить свой театр, представить своих артистов и усовершенствовать спектакли, наиграть их и почувствовать дыхание разного зала. Пьеса Уильяма Гибсона «Двое на качелях» всегда была популярна у зрителей и регулярно ставилась как в Америке, так и в России. История об удивительно нежной, смешной любви и о том, что часто упустив мгновение, мы упускаем самое главное и остаемся в одиночестве, очень понравилась десногорцам и гостям города. Мне очень понравилось. Куча эмоций, прекрасная постановка, не менее прекрасного произведения. Надеюсь, что буду приезжать еще раз, если такое будет. Надеюсь, что в нашем городе когда-нибудь тоже такое произойдет. Мне очень понравился спектакль. Я очень довольна, что я сегодня пришла сюда. И у меня эмоции. Мне очень понравилось. Спасибо. Эта постановка будет показана для зрителей и других закрытых городов. За семь лет реализации программы «Территория культуры Росатома» десногорцы уже увидели десятки передвижных художественных выставок, сотни гастролей известных исполнителей и различных театральных постановок, а также многое-многое другое. В областном центре отметили Российский день рыбака. Этому празднику без малого уже полвека. В этом году в соревнованиях приняли участие около 150 человек. В конкурсе появились и новые номинации, а главным призом стал Кубок мэра Смоленска за самый большой улов. Победитель выловил из пруда в Лопатинском саду толстолобика весом почти в 7 килограммов. Ловили также карпов и сазанов. Всю рыбу взвешивали и отпускали обратно в водоем. Жители областного центра обеспокоены появлением опасного растения – борщевика сосновского в городской черте. Специалисты также бьют тревогу. Растение крайне опасно для людей. Врачи предупреждают, что даже просто проходя рядом с ядовитым гигантом, ожога не избежать. У нас на въезде в город тоже появилась плантация борщевика, правда, пока небольшая. Ежегодно в первой школе нашего города десногорским подросткам предоставляется возможность отдохнуть. 7 июля здесь состоялось открытие лагеря «Круто». В следующем нашем сюжете мы расскажем, как прошел праздник. На торжественное мероприятие в актовом зале школы собрались и дети, и воспитатели. Всего в этом году организовано 4 отряда, а это значит, что 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 18 лет смогут отдохнуть и получить массу позитива в июле. Сегодня у нас очень радостный день, день открытия нашего лагеря «Круто». Лагеря для старшеклассников и подростков. И, конечно же, дети сегодня готовы радовать нас своими творческими делами. Праздничный концерт организовали сами ребята под руководством молодого воспитателя-организатора. В программу вошли специально подготовленные ребятами инсценировки, танцевальные композиции и, конечно же, разученные для этого торжественного случая песни. Праздничный концерт Все торжество проходило на позитивных нотах. Сами ребята от происходящего получали массу удовольствия. И надо отметить, что этот лагерь давно славится своими мероприятиями, и многие ребята записываются в него уже не первый год. Здесь очень много всегда креативных ребят. Это первое. С ними всегда интересно работать, легко найти общий язык, изготавливать новые номера, которые для меня, наоборот, как новинка. Еще здесь здорово, много разных мероприятий. Также проводятся различные акции. Например, на дорогах акция «Ромашка», там «Зебра» есть. Вот. Ну, и вообще, всегда летом нужно время провести не зря. И я думаю, лагерь именно круто. Это именно тот промежуток времени, который дает тебе новые навыки, допустим, в том же работе на сцене, разговор с людьми. Выступать здесь нравится. Тут кормят хорошо. Я планирую здесь провести хорошо время. К сожалению, в этом году лагерь нетрудовой, и ребята не смогут в нем подзаработать. Но им предоставляется прекрасная возможность помочь городу по своей инициативе. А сейчас новости спорта. Ассоциация легкоатлетических федераций дала долгожданный ответ на запрос о допуске ряда российских спортсменов к международным стартам. Среди них оказался и смоленский ведущий легкоатлет Алексей Федоров, выступающий в тройном прыжке. Допуск означает, что, по примеру, ряда других российских атлетов Федоров сможет выступить на международных стартах в статусе нейтрального спортсмена. Росатом делает фантастику реальностью. На международном форуме «Атом Экспо-2017» широкой публике была представлена атомная батарейка. Она абсолютно безопасна и может работать 50 лет. Подробности далее. Еще несколько лет назад такой источник питания можно было встретить лишь на страницах фантастического романа. Сегодня атомная батарейка уже реальность. Это настоящий бета-авальтаический элемент, который на сегодняшний день функционирует. Прямо в вашем присутствии. Компактный атомный источник энергии – плод совместной работы сразу нескольких предприятий госкорпорации «Росатом». Он создан на основе несуществующего в природе радиоактивного изотопа никель-63, который, в свою очередь, получается в результате сложного технологического процесса из обычного никеля. «Росатом» обладает всем комплексом технологий, который способен получить этот изотоп. Причем не просто получить, а получить и организовать производство такой батареи в промышленных масштабах. Напряжение атомной батареи около 2 вольт. Выходная мощность – 1 микроватт. Этого достаточно, чтобы запустить электронные часы и не дать им остановиться в течение 50 лет. Снижение относительно больших габаритов атомного элемента питания и повышение его вольт-амперных характеристик – для специалистов «Росатома» вопрос недалекого будущего. Несмотря на это, широкого применения атомной батарейки в быту ждать не стоит. Сегодня это нужно рассматривать в качестве источников энергии в узкоспециализированных направленных вещах. Возможно, космос, медицина и так далее. Использование атомной батареи в медицине наиболее актуально. Она может в разы увеличить срок службы кардиостимуляторов, которые сегодня требуют замены через каждые 10-12 лет. Каждая замена – это сложная операция, отражающаяся на здоровье человека. В этих условиях атомный элемент питания – безусловный плюс, тем более, что радиационный элемент внутри него абсолютно безопасен. Он имеет мягкое бета-излучение. То есть, по сути, если не листа бумаги, то с достаточно тонкой пластиковой или тем более металлической стенки достаточно для того, чтобы не допустить никакого излучения. Работы по созданию атомной батарейки на основе никеля-63 велись достаточно давно и в России, и за рубежом. Однако представленный на международном форуме «Атом-Экспо-2017» образец элемента питания имеет все шансы перейти из разряда опытного в статус серийного. Ведь, по словам разработчиков, интерес к их детищу среди гостей выставки был очень велик. И в завершении наш анонс. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике приглашает молодых авторов в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в литературном патриотическом фестивале «Русские рифмы». Фестиваль проходит с 4 июня по 27 ноября текущего года. Заявки можно направлять в городской центр поддержки молодежных и детских общественных объединений. Более подробную информацию о фестивале можно узнать по контактам, которые вы видите на своих экранах. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok